так девочки готовлю себе тазик салата ну не знаю потому что чего уже обедать доставил размораживаться это мясо кусок свинины вечером может быть а может и не быть может просто так пожарим хотела сделать плов так есть совершенно невозможно днем это у меня салат айсберг сейчас я буду делать такую фантазийный как из того что нашли в доме срежу то что уже подгулял а это себе на мухам девочки не могу есть хочу уже есть вроде хочется да вот сам голод а ничего не хочется так вот про что-то подумаешь вроде того не охота этого не охота никакой печеньки никакую окружку мне делать не охота как бы как бы вот мне в смысле и делать не охота я бы поела конечно кто-то сделал а так я думаю ну нафиг так сюда же огурец пойдет у нас сейчас не буду я сниму снимать шкурки я люблю огурцы со шкурками я вообще не понимаю людей которые я понимаю конечно вкус все вкус разные но я вот не понимаю как он акулес может быть без шкурки просто есть вот иногда бывает конечно на трусах такая толстая шкурка вот такая неприятненькая да ну я такие огурцы просто не покупаю если чёрт толстые шкурками чтоб их потом обрезать зачем так огурец сюда же сколько это по количеству получится не знаю так сюда же огонь огурец сюда же помидор огурцов все много помидорку последние но мы решили помидорки больше пока не покупать кто-то там из вас сказал что помидорки нельзя с больными суставами а мы будем считать что они у нас больные и и висели очень покупать а как не как мне хочется черри что я голод уже не брала просто черри не знаю напали на меня так это сюда сюда все так сюда же добавлю нету кукол сюда по идее хорошо бы кукурузу но так как кукурузу у меня нет а стоит грустит горошек поэтому я добавлю сюда и давай не сыпься поэтому я добавлю сюда горошки прошу и пропадал так сюда же горошек туда же горошек сюда же ветчину вот девочки мальчики внимание да это то что у нас остался от ветчины я говорю бутерами питаете ну как бутер бутер например такой знаете с этим огурец и кусок ветчины вот букер получается у меня для меня например на стесклабом конечно есть два таких бутер села один вот этот кружочек с огурцом съел полдня свободен вот этого она как-то сама по себе худеется да в принципе по так по в такой салат конечно хорошо бутунца но чтобы мне еще кстати яйца вареные есть ну нет наверное яйца я не буду рассказывать но чтобы хоть какой-то белок в обед съесть сделаем вот так сделаем вот так наживлен у меня тупые почему-то не лишнего ли да не нормально нормально будем думать что это белок так и из белка еще хотелось сюда моцарелку прям бросить не бросить ну-ка ты надо еще помешать я думаю масло оливково нет чуть все что такое масса дорогой что-то я не посмотрела нам залезть на сайт меркадоны посмотреть почем сейчас масло в испании так или или уже с запахом полить дать вот я наверно для эксперименту полью вот таким запахом маслом и чуть-чуть уксусом чуть-чуть совсем яблочный 6 процентный нет у меня уксуса бальзамическое блин как не ливануть то лишнюю так вот так посмотреть почем оливковое масло потому что ну конечно я когда выезжал она и в испании подорожала был 10 евро там за литр 9 10 ой горошек посыпался 9 10 евро за литр конечно она и здесь будет дорогое ну блин что-то я уж посмотрел тут прям за пол литра уже просят тысячу ну то есть те же самые 10 евро что-то надо гляну так вот чисто для салатов не есть его для салатов так сюда или уже массово к лишним не знаю не на этом оцаранке дело не испортишь да еще моцарелку сюда не открывается даже потому что и будет вам счастье сейчас мы причем тут ай блин давай облейся молодец все маленькая техническая неправность так это сюда на дуле и открыл так это сюда это сюда моцарелку давай-ка и она маленькая вот так прям вот все и будет несчастье да сколько съем столько съем за съемли все смотрите прекрасный салатик получился побежали на мог банк привет приветскими поздоровалась побежали на мог банк а потом на этот надо на выбор сбегать потому что мне пришла вот эта штука на стену как ее называют фотообои короче получили что-то в этот раз прислали сибирскую кошку эту без коробки прошел так хорошо упакована был а вот это вот как раз обои сейчас их будем распаковывать хорошо завернули насмерть в этом фотопринт сейчас пойдемте посмотрим так будем вскрывать как это все работает ну так более-менее надежно упаковано содрать сначала на пункте ой а то я сейчас скоро что какой-то приз будет а штук это все-таки не дешевая здесь должен быть в комплекте еще и еще там чего-то особо нетерпеливо по той готова уже все разорвать я на просто очень долго шла и это чтобы не отдыхалась короче вот сама эта штука фотообои к ней должно такие тяжелые книга они какие-то флизелин флизелин не должна быть картинка ладно перескала шмяточки так здесь клей будет клей которого хватит на 15 квадратных метров еще бы кто-нибудь написал как его разводить к клей то он конечно есть на 15 квадратов так беру может здесь сейчас вскрывать конечно ладно вскрою сейчас вырезки коробку отберу я просто хочу вам показать рисунок который там должен быть аккуратненько это что ну так я бы не сказал чтобы они сильно толстые были смотрите какие это не все это не все это у них только вверх ничего таки да а где же у них сам рисунок то весь внутри может мне ничего не вижу внутри ничего нету в этом ну что же девчонки тогда пока вот так только вот такой покажу это на главную стеночку каким местом клеить не знаю а а ну да наверно вверх вниз тут должен быть живет учет они какие-то мне более здесь более сиреневые ну рисунок такой ничего яркие не это самое как он называют не размазаны бывают же на фото обоих они такие размытые а тут такие более-менее четкие линии ну насколько это возможно ладно все теперь надо придумать каким чудным образом так что это у меня а это белье постель девочки белье постельное стирают через день практически ну невозможно хоть с вентилятором все равно жарко этот что хотел сказать подскажите мне хоть вы мне подскажите чё я вам хотел сказать короче надо придумать как обои отодрать вот аккуратно потому что нет вы спрашивали буду ли я клеить сверху на обои нет конечно на эти обои ничего не приклеится потому что они такие как сказать рифленые плюс еще на них краски два слоя я так понимаю поэтому они придется отдирать аккуратненько но я так придумал уже как я их аккуратненько отдиру ну одно дело знаете в теории всего на практике там как пойдет как пойдет сейчас все отваливаться вместе со стеной посмотрим ну ладно я даже когда заняться же такая жара жара на теперь началась дождаться дождей что ли когда бы прохладно сейчас погоду посмотрим чё там нам гидрометцентр обещает может попрохладнее дни будут тогда уже за ну сейчас просто невозможно или по вечерам это надо лазить вот это все делать так ну ладно я пока счастлива уже видите уже вот за эти девочки не можете бежать к своей мечте не можете идти надо хотя бы лечь в сторону мечты вот я сейчас практически легла в сторону мечты я хотела приклеить вот вот начало положено их уже купила сколько они будут у меня лежать не знаю давайте мне волшебные пинделяк чтобы я уже начала но все желаю всем не умирать от жары у кого жары нет чтобы была жара ну потому что человек такой вот знаете эту шагу человек такая скотина всегда недоволен до жарко плохо холодно опять плохо дождь плохо солнце плохо короче все плохо всегда плохо на самом деле всегда хорошо всегда хорошо если не жарко ну ладно все это была такая умная мысль у меня все уже мозг расплавился просто не могу телефон дурит он у меня отключается все время перегревается даже телефон перегревается перегревается представляете все отделать вообще ничего невозможно сейчас подождем может чуть-чуть спадет бедная кошечка у нас не знает место не знаю где себя найти уже она по всей комнате уже повалялась по всем углам короче все она при я груди под вентилятор а вот почему-то именно под вентилятор она не хочет вроде он и дует не сильно так на нее ну вот прям вот не хочет про прохладнее вот нет а находит где-то шкелится по углам чтобы ей было по прохладнее и все и еще сегодня не поздравила коллег своих уважаемые коллеги блогер сегодня сегодня такой день оказывается наш а я оказывается и не знал ничего не знаю вообще что я какая-то матрёва не у меня все этот все праздники пролетают кроме нового года как-то и 8 марта на арно еще остальные как-то вот вообще я их не запоминаю не запоминаю и главный не отслеживаю понимаете вроде как праздник мне все равно человек то есть девчонок написал что хорошо когда на работу ходить не надо у меня ведь ничего мне есть нее не ухожу праздничный день не праздничный день у меня все равно рабочий поэтому мне смысла нет отслеживать какие-то праздники там меня от работы никто не освобождает просто работа такая что да я там хочу ночью до что ты не открываешь хочу ночью работаю хочу с утра работаю то есть да я имею возможность там отдохнуть ну в том смысле что не париться на жаре днем вздремнуть но я и встаю я и начинаю в пять-шесть утра то есть если я встала в шесть первым делом я уже говорил чем я занимаюсь это я открываю глаза и тут же полезно у меня видели ноутбук стоит возле кровати да телефон тут же ноутбук полезно вся сообща то есть у меня еще кофе не приму ой а уже полез в этот смотреть где чё произошло за день а столько часов что я спала ну что я думаю блин мясо мясо да такие покупки все равно никто не отменял заказался все равно в магните ничего не зашли купили не знаю короче я говорю ладно пускай магнит вспомнила что дома кофе нет на один же кофе не будешь заказывать вот заказал хлеб сироп был по акции а чё это они как у него оторватый нет не вскрытый пакет но оторватый вот так вот нет пакет не вскрытый по акции с грязькими орехами такой понравился мне сильно так хотел сначала два он он так стоит 300 с чем-то по акции 229 что-ли рублей я думаю возьму два думаю нет я решила много не дать взяла один ну ладно так зубная паста закончилась почти уже вся молоко там осталось меньше бутылки опять мне положили вот это вот надо не знаю это не для всех или специально для меня складывают что у меня к ним в последнее время появилось много претензий я все свои претензии я же решаю через чат а видимо когда через чат решаешь претензии какие-то там директор по башке получает за это поэтому они мне уже второй раз вкладывают в случае возникновения любой претензии к сборке или доставке продуктов из нашего магазина впрочем обращаться к директору магазина для оперативного решения вопроса и номер телефона значит то есть вкладывают они такую бумагу в прошлый раз я выкинула эту бумажку пришлось опять в чат писать ну ладно надо сохранить так короче купила вот этот у вас тут дезодорант закончился был спайс другой какой-то взял ну у него тоже был спайс но этот другим запахом в белая вода не знаю ладно не чтоб не таскаться просто туда-сюда со всеми этими так и кофе девчонки у меня там кофе остался на одну чашку этого не заказала опять блин забыл хотела попробовать еще говорили вот такой либо арабика для турки я хотела так его за это самое заварить попробовать попробовать сверх тонкий помол чашки хочу поставить уж больно тоже хвалят этот хлеба не знаю но я чисто попробую сейчас поэтому 100 граммовую пачку маленькую взяла не стала брать этот монарх думаю все равно же заказывать этот кофе-то турецкий возьму пока вот эту попробую так давайте его заварим что ли заварила и думаю что я вам не сказала вот как не укруживайся как не экономь все равно 1000 все равно 1000 выходит ужас ну то есть в магазин сходить 1000 да в принципе нормально да проблема в том что ничего не купил ну то есть ничего нету ну как бы получается здесь 350 да здесь 200 уже 500 ну то есть вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть туда-сюда ну да ладно что об этом страдать уже такие цены как говорят надо не экономить получше а зарабатывать побольше ну я вот например такой тактики придерживаюсь что не экономить ну экономить конечно на разумных вещах кофе такой приятный аромат у него такой прям арабика арабика чекетка моя водичку пить пошла на пенинг и водичку пей 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 водичку пей водичку она знает слова пей водичку так сейчас заварим попробуем что за кофе мне что-то голова уже вообще ничего не соображает вообще все забывали опять забыла часть за этот заказать где думаешь доставки думать что у меня что-то мне не хватает здесь ну чай забыл ну ладно у меня такой есть который заваривать надо чай рассыпной в рассыпуху его еще можно заварить я чай то не пью ну вася пью ну ладно так ну да молоко молоко уже принесла так я не могу без молока а со сливками девочки у меня лицо преснет со сливками со сливками конечно вкусно но я ведь потому что вкусно я его начинаю пить и пить и пить и пить потому что со сливками я так-то много пью ну что сказать мы экспертное мнение как кофемана горчит мне кажется вот этот как он эфенди махмед эфенди по-моему да но как-то помягче говорю этот как будто горчит ладно срок не буду ешьте у меня еще салат вот здесь вот стоит ну бамби серьезно еще салат стоит еще остался еще думаю ладно потом потом это все пока вот здесь заставка с доставкой пока думаю с вами поболтаю еще немного там у нас вроде бы мы все вопросы решили да с этими с комментариями на комментарии же надо еще поотвечать вот же девчонки что штору елена шторы на кухне не не повесила еще я еще не за что с этим окном делать чтобы покупать шторы и конечно можно купить какие-нибудь такие нейтральные ну такие чтобы ко всему подходили ну что-то мне такие неохота у меня охота если у шторы так красивые но вот такие не шторки шторки а именно вот что под солнцем просто прилепит на окно и закрывался так по окну его зима что в доме напротив там есть я сегодня с утра сидела наблюдала как люди этот ну такие шторки поднимают вот им удобно пока не купила так и мучаюсь видите от солнца прячусь так у меня телефон и греется например телефоны не выдерживает причем не я одна не я первый блогер который жалуется на перегрев телефонов а чуть ли не повозь по не помню тоже перегревался так комментарий комментарий это я щас над зене а так мариночка совет про шпатель да 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 марина это самое это инструмента да это я знаю что я про обои там клеить шпаклевать штукатурить я умею ну если я это делала навык то наверное не пропал и какие инструменты да я знаю в этот если что я я тогда спрашиваю про валик потому что валиком я не красила не нет по-моему валиком я ничего не красила красила кисточкой все время ну такие вещи вот как батареи да чё мы же раньше ничего больно не делали обои клеили потолки белили этими пульверизаторами на пылесос насаживать и погнали и все чё мы двери красили нули нолем стелили на все поэтому у меня возник вопрос с валиками что какие по-моему тогда и валиков то особо выбора не было было были такие как от шубы от старой такие вальки такие помню вот куда делалось у него не делал он лежал он просто не попадает в кадр потому что жарко здесь мы не в чем поэтому я стараюсь но не так сказать он сказал ну жарко жарко ходить час одеваться он сразу весь прям и ну я такая но я хоть терплю потому что это ну как сказать это дело мое а он за что страдать должен вот там лежит под вентилятором больно ему хорошо но я здесь под вентилятором тоже если что вот у меня стоит так это да все на эти вопросы ответили дачоке большое спасибо вам за так блин я думаю никак в машине не глухло сейчас такое есть но с другой стороны я когда ездила по командировкам да ну вот по россии на машине и вот летишь я включал музыку ну я не конечно здесь по трассе но по трассе летел меня наверно тоже все деревни слышали вокруг кто вот там это да и знаете у меня такой мне так нравилось куда-нибудь влетать в какой-нибудь город почему такой знаете так а уфа приехал я врубала туганьяк и под туганьяк орал аж перепонки лопались у меня в машине в машине я еще и окна открывала совсем слышно было уфа летит ну конечно в город въехала выключила ну как бы но сам границу города влететь мне надо было именно под туганьяк почему-то такое ну и вообще я под него очень это любила позажигать погонять по трассе такая песенка нравится мне очень вот так про маникюр ну а мастер кстати хороший мастер никогда не возьмется она и не возьмется она и не взялась она посмотрела и сразу сказал может мы его не будем лучше покрывать то есть когда сняли покрытие я ей сказал что у меня там что-то не так покрытие сняли до конца и она сказал может мы его не будем красить что значит не возьмется у него так она хороший мастер не надо не надо не надо наговаривать так ну это у нас то что про псориаз да девчонки ну вот и у кого псориаз да я тоже ну такая тема она длинная про него можно говорить потому что я говорю сколько людей с этим псориазом да столько и как сказать и мнений вот каждый человек будет иметь каждое свое мнение каждый у кого есть это заболевание да у кого-то выходит в ремиссию у меня например у бабушки было у нее была стойка ремиссии вообще не было но у нее была одна бляшечка вот такая маленькая на животе здесь вот и где-то еще на спине что ли ну прям вот маленькая маленькая вот такая вот она уводилась вот в ремиссию как она уходила я не знаю но у нее тоже это как бы постараться такая вещь она не только ну так она генетически передается через поколение и вот у нее поставил нее не более кожа была вся чистая но она вот у нее постоянно эти бляшки держали дежурно поэтому где-то они все равно у вас есть может быть маленькие но состояние ремиссии ну это везет если вот так вот можно выйти когда-то тоже у меня иногда тоже видите вот так вот хоп все очистилась а потом в какой-то момент она может быть год продержится вот так может два может 10 лет а может быть через неделю опять все обсыпется то есть никогда не угадаешь это не зависит что ешь как ешь это короче такое потом девочки когда я сказала что ходить в эту вот знаете понеслось это я сейчас не ругаться на я просто мне не смогу сказать но когда вот вам что-то говоришь да на как бы воспринимать это тоже пожалуйста пожалуйста не надо лишь я вас учу там чему-то наседают давлю вы воспринимаете тоже когда я говорю например ну да вот ходите в шортах и футболку ну и там майках да сразу начинаю вы зачем начинаете сразу утрировать вот если без трусов выйдет воспитанный человек во-первых воспитанный человек даже если увидит голову человека на улице воспитанный и уважающий человек никогда не позволит себе сделать замечание воспитанный он сделает и зачем как леди вот английский они сделают вид что ничего не произошло воспитанные люди сохраняют лицо в любой ситуации то я это я так считаю что я бы снова голый голый значит ему так и тогда во вторых но вы не утрей почему сразу голый почему сразу там я не знаю если он там если человек выпил там бокал шампанского я не знаю давайте на продавайте поднимем я скажу давайте поднимем наши бокалы там допустим за день блогера это же не значит что все блогеры бухарики они сразу давай там уже ну вот это что какое то вот есть такое за эти свойства вот возводить все в степень абсурда такой же под я всегда оговариваюсь поэтому я говорю можете делать чего угодно в рамках уголовного кодекса чтобы никто не воспринял мои слова как призыв к действию до девочек в рамках уголовного кодекса я специально так уговариваю уговариваю оговариваю на вот это вот чтобы ну поэтому мы немножко думаете да если вы там что-то говорить если я все время какой-то гипотетический чебурек все время как пример жирной еды плохой да ну вот как демонизированной еды так скажу как чебурек как пример привожу это же не значит что они чебуреки и или то ну или там все должны питаться одними плохими чебуреками как-то вы немножко думаете тоже есть какой-то ассоциативный ряд да еще какое-то логическое мышление а то у вас эти как буквально все если он сказал в трусах уходи за что вы уходите всех трусах если вот я например могу сейчас сказать я вот думаю сейчас хожу в трусах ну ну вы же видите что я хожу в футболке то есть и но это вот знаете это такой вот как такое при увеличении чтобы показать степень как мне жарко вот я вам говорю вот я сейчас доме хожу в трусах вот и все трусы и книжное белье на мне футболку вот это вот все но не надо вот этого зайти гиперболизировать вот это еще раз говорю я воспитанный и вежливый человек никогда не ткнет другому на его недостатки что недостатки есть у всех у всех нет идеальных людей и даже самые идеальные тетеньки например у дяденьки там неважно буду такой весь допустим запакованный в костюм вот он целый день там или не загиб в автобусе париться он в жару на в этом костюме ну или там допустим тетенька в каком-то красивом костюме да вспотела хоть как поливайся дезодорантом вспотел а если еще дезодорант духи и все это смешивается с запахом пота вот это чуть-чуть тетеньки чё надо сказать ну тетенька ты чё или там дяденька да то есть вежливый человек просто он же не скажет что блин а тебя воняет отойди от меня я же человек сделать вид что не заметил вежливый и воспитанный человек прошел понимает что жарко что бывает вот так вот что но эти люди потеют не роботами то же самое с одеждой да вежливый воспит templates можем понимать что у человека болезнь ему может быть плохо им отдать удобно его дата вот это вот вежливо не воспитанная jim вежливый воспитывают не тот кто такой другому на его недостатки а тот кто наоборот входит в ситуацию проявляет толерантность и ведет себя прилично и не позволяя себе опускаться до там я не знаю до уровня бабок каких-нибудь на скамейке которые там наташка проститутка а наташка просто по ночам работают допустим медсестрой а все решили уже что она проститутка пускай ученик думают что она проститутка чем узнают что она медсестра допустим да вот так вот что чем там потом будут напрягать давление надо это уже так юмор который кто понимает то не понимает кто как интерпретирует конечно не надо я просто хочу сказать что не надо это возводить все в такой вот в такой вот в гипер гипер какую-то проблему не на такой что завалился ну наверно нет спасибо но нет либо не пойдет не не понравился монарх лучше так скажем и и фенди лучше ладно завтра а потом закажу уже этот и фенди мы все еще немножко на вопросы поотвечала да и там и там и там и сам и везде покажу вам свои брови ой брови эти отфильтрованы да если вы не знаю как в этот как фильтры на брови наложить чтобы их не красить каждый раз детки клянусь я я купаюсь тяно читает сколько два-три раза в день да я мочу голову то есть у меня сейчас и краска быстро слезает с головы тасс летом и брови еще тоже но все равно же чем лицо же я тоже мой каждый раз пускай без мыла но все равно вот это вот все и получается короче смывается все очень быстро вот ну ладно все чушьем по тысячу прострадала кофе попробовали на некоторые комментарии ответил да какие ну какие вот ближайшие были вот а стелку как сдирать я сначала сейчас уголочек попробую где-нибудь а скорее дать ой в коридоре то есть у меня салатик еще серьезно в коридоре точно такие же обои точно также наклеена я сейчас пойду там этот кусок день попробовать одрать где не видно потом если что можно было подклеить его вот но их похоже знаете как хочу сделать я хочу вот это господи нельзя вам там видно или не видно что-нибудь сейчас я вас переверну чтобы самой хоть видите я вам показываю потому что это я хочу знать как сделать вот так вот поэтому их срезать что-нибудь они все вот эти вот убирать здесь сдирать а вот так вот только вырезать вот здесь здесь отрезать и ой солнце глаз и вот здесь этот отрезать вот так вот но по углу как они идут всю эту стену закрыт вот эту стену ободрать и заклеить все а то что вот это вот будет вот остается вот это вот крашу. Ну, вот обои вот здесь вот. Я их закрашу другим цветом. Вот и все. И вот это вот все закрашу в хозяйство. Здесь. Вот и все, вот и все. И так вот посмотрим, что у нас получится. Ну, блин, всякое будет лучше, чем вот это вот. Ну, ё-моё, девчонки, опять телефон перегрелся. Что с ними делается, не знаю. Как бы опять не отключился. Я думаю, видите, вот так приходится переворачивать, отключаться, переворачивать, потому что у меня камера не имеет автоматически вот этого. Переворот не могу сделать. Надо по съемку прерывать. А у Васи, кстати, телефон у него делается, у него качество чуть-чуть похуже, чем у моего. Но у него памяти меньше. У моего телефон 256 память, а у него 128. И, ну, там, если записывать, да что такое мутное-то? Или-то мне так кажется, уже мутит от солнца, не знаю. Сейчас буду монтировать, посмотрю. Ну, монтировать, то есть склеивать кусочки. Короче, не знаю. А у него вот так зато переворачивается автоматом видео. Блин. Нет совершенства на земле. Нет совершенства. Как не крути. Хоть ты в шортах выйди, хоть в костюме и в галстуке, нет совершенства на земле. Все равно в каждом человеке можно найти его недостатки. Вот так вот. А вежливые, воспитанные люди промолчат. Ну, все. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Увидимся. Увидимся. Продолжение следует...